Добрый вечер! Вы смотрите новости седьмого канала в студии Наталья Жабыка. Коротко, главные темы дня. Дорожные войны. Я прошел медицинский осмотр. Если у меня есть удостоверение, значит все подтверждается. На трассе под Красноярском перевернулся грузовик с опасным веществом в цистерне, а в самом городе таксист распылил газ в лицо оппоненту. Без приюта. Все, что нужно, это помогите нам. Помогите нам. 500 собак могут остаться без крыши над головой из-за долгов за аренду здания и земельного участка. Куда направят такую свору? Охотники за кайфом. Иногда даже они разнонаправлены по своему психофизиологическому воздействию. То есть одно может угнетать нервную систему, другое усиливать. Они знают, сколько стоят запрещенные вещества и кто ими торгует. Как отмечают в день образования подразделений по контролю за наркотиками. 200 лет на сцене. В начале начнется все ожидаемо, все красиво, классически. А потом будет вот так классно. Вся история Енисейской Сибири в одном концерте. Какую постановку создали к юбилею региона. И теперь во всем более подробно. Фура с токсичным грузом перевернулась под Красноярском. В результате аварии на дорогу вылилось около 200 литров криазота, вещества, которое может вызвать ожоги глаз и кожи. По данным правоохранителей, 41-летний водитель двигался по трассе Сибирь из краевой столицы в поселок Нижняя пойма. В пути он не справился с управлением. Прицеп перевернулся, перекрыв одну полосу. На проезжую часть вылилась ядовитая маслянистая жидкость. Водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС. На участке дороги было организовано реверсивное движение. Сейчас все ограничения сняты. Водитель Яндекс.Такси распылил перцовый газ в своего оппонента во время небольшого дорожного конфликта. Видеоинциденты нам прислал телезритель. По его словам, таксист нагло вклинился в крайнюю левую полосу. Это не понравилось водителю Ниссана, который как раз начал трогаться. Он подъехал к таксисту, резко открыл дверь, немного помяв зеркало. Водитель Яндекса, в свою очередь, достал баллончик и брызнул перцем в оппонента, а после уехал. Очевидец рассказывает, что уже обратился в службу такси. С ситуацией пообещали разобраться. Нам представители агрегатора не ответили. В полицию заявление на дорожного хулигана не поступало. Остается только один вопрос. Неужели любой, даже не совсем уравновешенный человек, может спокойно стать работником такси? Оказывается, для этого всего-то нужно сделать пару фотографий. Сфотографировал водительское удостоверение, СТС-ку на автомобиль. Я так понимаю, если у меня есть водительское удостоверение, непросроченное, значит, я могу работать. Значит, я прошел медицинский осмотр. Если у меня есть удостоверение, значит, это все подтверждается. В Савиной грипп ОРВИ и COVID-19 жителям края стали чаще ставить именно эти диагнозы. Так, количество больных ОРВИ выросло на 41% среди взрослых и на 29% среди детей. Всего за 6 дней выявлено больше 18 тысяч случаев. Для сравнения, в конце ноября ОРВИ подхватили 14 тысяч человек. Коронавирусом, о котором мы уже начали забывать, тоже стали болеть чаще, на 20%. Почти у всех пациентов был найден геновариант штамма омикрон. При этом всего месяц назад уровень заболевания коронавирусом снижался. Так что, если вы почувствовали симптомы ОРВИ или коронавируса, обратитесь в поликлинику, вызовите врача или скорую. В любом случае вам сделают тест на COVID. Самостоятельно обратиться в больницу можно, если температура ваша не выше 38 градусов, возраст меньше 60 лет и отсутствуют хронические заболевания. Врач приедет, возьмет у вас анализы, если температура тела выше 38,5 и держится она больше 3 дней. Можно вызвать и скорую. Если есть угроза жизни, бригада приедет через 20 минут. Если ее нет, то как освободится экипаж? К другим темам. Для участников специальной военной операции организовали полевую почту. Теперь солдаты будут получать послания от родных. Письма в зону СВО можно отправить через любое почтовое отделение, так же, как и вещи в виде бандероли весом до 2 килограммов и посылки до 10. Почта уйдет на единый адрес в Москву, а оттуда в место, где служит родственник. Для отправки необходимо подготовить отправленное письмо, написать адрес по индексу 103-400, Москва-400, полевая почта, номер воинской части, о котором вам скажут в военном комиссариате. Красноярца мобилизованного, несмотря на бронь, вернули домой. Вот кадры трогательной встречи в аэропорту. Супруга рассказывает, его не было больше двух месяцев, успел добраться и до зоны СВО, когда стало понятно, что папа едет домой, семья даже не сразу в это поверила. Эту историю мы рассказывали в конце октября. К нам обратилась Татьяна. Ее муж уехал в учебную часть, а через три дня предприятие, на котором он работал, включили в перечень оборонно-промышленных, и мужчина получил бронь. Чтобы вернуть его домой, женщина обращалась и в военкоматы, прокуратуру, городскую мобилизационную комиссию. Именно благодаря нашему сюжету в этой ситуации разобрались, и он вернулся домой. Мы не давали никакого вразумительного ответа. Пока, получается, мы не сняли первый сюжет, и на следующий день сразу пришел ответ с администрации города о том, что в списках на бронирование он был, но список был подан позже, и не был рассмотрен призывной комиссией, и что в ближайшую призывную комиссию будут рассматривать этот список. Были и слезы радости, и какое-то пока не увидела, не поверила. Если вы или ваши близкие оказались в непростой жизненной ситуации, пишите нам в чат телеграм-канала. QR-код вы сейчас видите на экране. Также вы можете позвонить в редакцию седьмого канала, либо написать нам в WhatsApp или Viber номер телефона 8 391 2900 333. Присылайте свои истории, фото, видео. Мы обязательно постараемся разобраться и помочь вам. А пока к другим темам. В Красноярске приют для собак закроют, если волонтеры за два дня не найдут денег на аренду участка. Активисты всеми силами стараются не допустить возвращения на улицу 500 животных, но надежды становится все меньше. Лилия Мишалкина узнала, как в свои последние дни доживает один из самых больших городских приютов. Все, что нужно, это помогите нам. Помогите нам. Затаив дыхание, Светлана живет эти дни. Скорее всего, они станут последними для приюта и тысячи просящих глаз. Привычная рутина спасает. Всех щенков нужно кашей накормить, почесать и налить теплой воды. Сегодняшний день у нас начался не очень радостно. Пришлось привезти в приют щеночка, которого выбросили на улицу. Видимо, летом дети позабавились, а вот в преддверии зимы выбросили ее. О приюте Алькин дом Светлана узнала два года назад. Сначала стала приходить и помогать сама, потом подтянулся муж. Теперь ее дочка учит хвостатых командам. Базовое сидеть, дай лапу, лежать ко мне. Ну, мама сюда ездит намного чаще, практически каждый день. Тут она больше, чем на работе проводит время. Заботится, очень переживает о своих собаках. Переживать есть о чем. Территория, которую выделил муниципалитет для приюта, фактически была полигоном отходов. Бывшие владельцы оставили здесь тонны грязи и строительного мусора, который на своем горбу вывозили волонтеры. А недавно приют пережил сильную эпидемию, которую вызвал очередной подброшенный щенок. Все деньги ушли на спасение бездомышей. Только активисты выдохнули. Всплыл долг 170 тысяч, как раз за аренду этого участка. Это стало уже приговором. Алькин дом закрывают. Марине, основательнице, пришло досудебное предупреждение от администрации города. Очень много денег вложили в очистку внутренних помещений, потому что там была реально помойка. Здесь была раньше городская свалка. Возили весь мусор с города. Мы в таком были все в шоке. Ну, конечно, это наша вина. Вина наша, что мы не заплатили. Ну, если кошелек пустой, где можно взять денег? Марина герой. Она герой. Она тянет все это. Я не знаю, как. Она все делает для собак. Про себя забыла, но для вот этих вот мордашек она делает все. В департаменте городского хозяйства говорят, что приют не платил аренду полтора года. Теперь это нужно сделать до 8 декабря, иначе деньги взыщут принудительно, а участок могут забрать. Собак отвезут в пункты передержки, а после, если они будут привиты и здоровы, вернут на улицы. Помочь приюту спастись можно по номеру, который вы видите на экране. Если в спину не будут дышать долги, то волонтеры говорят, что это место можно сделать идеальным для собачьего дома. Вывести, наконец, бетонные плиты, построить площадки для игр и просторные, а главное, теплые вольеры. И тогда, наконец, можно будет вздохнуть спокойно. Днем щенят выпускают на несколько часов из их собачьих коммуналок, чтобы они как следует порезвились вот на этом большом поле. Лилия Мешалкина, Данил Дубенко, 7 канал. А тем временем в Красноярске началась собачья перепись. Всех бездомных животных посчитают, определяют их пол, территорию проживания и проверят наличие чипа. На эти цели выделено 500 тысяч рублей. Специалисты Аграрного университета объедут 70 точек в поисках дворняжек. Как они находят общий язык с собаками и для чего вообще их считать, узнавала Алифтина Сасова. Так кормящая собака встречает людей, которые идут посчитать ее щенят. Она кружит вокруг женщин, но не нападает, а лишь наблюдает за происходящим. Смелые же щенята сразу выходят из своего укрытия, подбегают к специалистам и тыкают мокрым носом в камеру. По первому взгляду кинологи уже могут оценить примерное состояние щенят. Вон какие они толстые, упитанные. Соответственно, такую ора у щенков 8 штук и 4 взрослые собаки. Просто так невозможно было бы им тут выжить. Поэтому 100% это подкармливают местные. Некоторые местные, к слову, пытаются скрыть от женщин место обитания собак. Боятся, что их заберут. Но специалисты только осматривают животных и фотографируют их. Так и проходит подсчет. Всего учетчики должны объехать около 70 точек, а на каждой провести не меньше двух часов. Женщины говорят, четвероногих совсем не боятся, несмотря на их пугающее большое количество. Ну-ка! Бегут они! Офигели! Работа учетчиков началась в середине ноября. Уже есть первые результаты. Как рассказала Ольга, из общего количества подсчитанных собак только 27% чипировано. Но более точные данные будут в мае, когда специалисты составят подробный отчет. Мы сейчас уже дадим заключение, сколько численность у нас. Но весной посмотрим, как она изменилась. То есть динамику поглядим и как изменится соотношение. Соотношение изменится даже по количеству щенков. То есть весна уже будет, собаки будут размножаться. Собаки будут некоторые из стаи уходить, то есть парами, например, куда-то. Собачья перепись уже проводилась в 2018 году. Тогда по городу насчитали 10 тысяч особей. Новые цифры покажут, решаются ли в городе проблемы безнадзорных животных. С тех пор прошло много времени. Работа была проведена. У нас собаки стерилизуются, карантинируются, вакцинируются. Сейчас нужно понять, сколько их сейчас обитает на территории города Красноярска. А также специалисты должны дать рекомендации, как строить свою работу более эффективно нам, для того, чтобы популяция этих животных все-таки сокращалась. Нужно понимать и то, что данные учетчиков будут примерными. Вручную посчитать всех четвероногих в городе – сложная задача. Несмотря на то, что над ней трудится несколько групп. Но и эта плавающая цифра поможет понять, справляется ли Красноярск с проблемой бездомных животных. Алифтина Сасова, Станислав Никифоров, 7 канал. Вы смотрите новости 7 канала и мы продолжаем выпуск. Проклятие черным небом настигло соседние регионы. Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Новосибирск живут в режиме НУ с 25 ноября, то есть уже полторы недели. А с прошлой пятницы к ним присоединился и Омск. Между тем, Красноярск на прошлой неделе не оправдал свою дурную славу. Выездные лаборатории не обнаружили превышение опасных веществ. Единственное, что нашли – это пыль. То есть наш город подтвердил свое неофициальное дореволюционное название «Ветропыльск». В этот раз слишком много ее обнаружили в Черемышках, Ветлужанке, Кировском районе. Между тем, красноярцы продолжают присылать в WhatsApp нашей редакции видео с жалобами на чрезмерно дымящие точки. Улица Светлогорская и Водопьянова. И вот здесь у нас, ребята, очень едкий запах. Очень-очень-очень-очень едкий запах. Этот адрес мы передадим Министерству экологии, как и остальные ролики, которые присылают наши зрители. Я напомню, в ведомстве о каждом таком случае просят сообщать на горячую линию 8 800 201 11 16. За прошлую неделю таких звонков было около трех десятков. В половине случаев специалисты выезжали на место, причем на некоторые точки по пять раз. Отбирали пробы, но превышение не зафиксировали. Добавлю, накануне красноярцы жаловались на смог и вонь. Датчики независимых экологов показывали экстремальное загрязнение. Больше всего на свободном Матезалке и Северном шоссе. Реакция Министерства экологии на это и официальные цифры ведомства в нашем эфире через неделю. Обслуживать капризных покупателей, грамотно сортировать лекарства и разбирать почерк врачей. Такому в Красноярске учат будущих фармацевтов. Занятия проходят в учебной аптеке, где все как в настоящей. Подробности о необычной учебе в нашем следующем сюжете. У нас есть вот такие карточки. Это типы наших клиентов, которые к нам заходят во всех. Посетители самые разные. Основная задача помочь каждому независимо от пола, возраста и симптомов. Будь это мужчина с конкретной просьбой или сомневающаяся девушка в положении. Разыгрывают ситуации, которые часто происходят в жизни. Вам удобнее? Какая форма? Порошки или таблетки? Нет, таблетки мне плохо от них. Для студентов такие интерактивные занятия – возможность попробовать профессию на вкус еще даже до производственной практики. Мне понравилось, это очень классно. Я надеюсь, что у меня в будущем, то есть с клиентами будет хорошо. То есть я также смогу с ними спокойно, как вот девушка играла со мной. То есть не нервничать и помочь другим людям смогу. Еще задание – портрет идеального фармацевта. Его создают, исходя из благодарных отзывов посетителей. И важными для людей оказываются не только профессиональные навыки. Мы выбрали такой небольшой формат, формат полутора часов, для того, чтобы студентам было не скучно. И как раз мы внедрили в эту встречу элементы геймификации, для того, чтобы они могли потрогать, поиграться и через эту призму посмотреть на работу эффективного фармацевта. На еще одной локации студентам предлагают распределить препараты по группам, местам хранения в зависимости от температурного режима. И определить, что нужно выдать человеку по рецепту, предварительно разобравшись в почерке врача. Так ребята учатся правильно принимать, хранить и отпускать препараты. Раньше, когда мы проводили профориентационные встречи, мы брали просто презентацию, рассказывали материалы, что мы можем предложить с точки зрения работодателя, нашим будущим работникам. На сегодняшний день в симуляционном центре мы уже отрабатываем практические навыки, чтобы будущие наши работники, студенты могли посмотреть, как устроен процесс внутри настоящей аптеки. И сами студенты уверены, практика полезная, ведь с ней после колледжа выйти на работу в реальную аптеку будет не так волнительно. Наталья Архипова, Станислав Никифоров, 7 канал. Впервые в Красноярском крае финансовую поддержку получили молодые предприниматели. Для этого они должны были поучаствовать в грантовом конкурсе, который проходил в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, например, пекарь из Минесинского района на выделенные деньги сможет расширить производство семейной мини-пекарни. Совсем скоро прибудет все необходимое оборудование. А вот в Красноярске молодая владелица ветеринарной клиники уже приобрела анализатор крови. Он позволяет не тратить время клиентов на ожидание результатов исследования образцов, которые до этого сотрудникам клиники приходилось отправлять в другие больницы, где такое оборудование есть. На грантовые средства мы приобрели гематологический анализатор крови, который показывает показатели общего анализа. Общий анализ крови делается для того, чтобы мы посмотрели воспалительный процесс в организме животного и далее назначили правильное лечение. Ну, практически каждый второй приходит для того, чтобы посмотреть. Всего в нашем регионе финансовая поддержка воспользовались 10 молодых предпринимателей до 25 лет. Сумма гранта до 500 тысяч рублей. Кстати, уже принято решение, что в следующем году грантовый конкурс для молодых бизнесменов тоже проведут. Требования у нас таковы. Необходимо пройти обучение. В центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности предоставить сертификат. И, соответственно, представить уже некую модель проекта, который либо реализуется и будет поддерживаться в дальнейшем с помощью государственной поддержки, либо это какая-то стартовая идея, но тоже уже достаточно оформленная в виде бизнес-плана. В этом году в Крае было изъято почти 300 килограммов запрещенных веществ. К уголовной ответственности привлечено почти 2000 человек. Оперативники находили запрещенные вещества в собачьих фекалиях, обшивке автомобиля, книгах и даже пылесосе. Зачастую преступники пытаются выдать наркотики за нечто другое. Упаковывают под видом лекарств, игрушек, облачая в красочной упаковке. Самый дорогой наркотик – кокаин. Доза стоит 3800 рублей. Самые популярные на рынке сбыта – синтетические наркотики. Мефедрон, он же соль, которую в наркосреде окрестили кокаином для бедных. Ее цена по 800 рублей за грамм. Наркотическое средство – соль. Он же альфа-пиролидина валерафенон. Точно так же, как и мефедрон, очень прост в изготовлении для сбытчиков. Себестоимость его также мала. И рыночная стоимость при продаже составляет такую же сумму – 1500 на 1800 рублей. Это два самых основных вида, которые распространяются на территории края и изымаются в очень больших количествах. Студенты техникума, которые только закончили школу и поступили на первый курс. И понимая о том, что они вдвоем могут зарабатывать за день, либо за два отдавать, я вам скажу, какую-то там немесячную зарплату, привела их к тому, что уголовное дело будет направлено в суд в составе организованной преступной группы. И срок будет. Синтетика перестраивает организм уже после первого употребления. Под действием веществ человек может не есть, не спать несколько суток подряд. После затяжного приема вернуться в нормальный режим способны уже не все. За загубленные жизни сбытчики получают неплохие деньги. Но ведет такая дорожка к большим срокам. Распространителям грозит до 20 лет тюрьмы. Как правило, сами они не употребляют наркотики. Однако бывают и исключения. Зависимых отправляют на принудительное лечение. После изъятия вещества исследуется в лаборатории. Там определяется их состав и степень запрещенности. Иногда бывали случаи, что приходит порошкообразное вещество, которое содержит 10 контролируемых компонентов. Иногда даже они разнонаправлены по своему психофизиологическому воздействию. То есть одно может угнетать нервную систему, другое усиливать. От нашей работы зависит, попадет человек, соответственно, в заточение, так скажем, или нет. Волонтеры Лиги Безопасного Интернета провели уже с десяток больших тренингов в собрании для родителей и детей в школах Красноярска. Они рассказывают о реальных угрозах детям, идущих из всемирной сети. Дают практические советы, по каким признакам понять, что у вашего ребенка большие проблемы, которые могут довести до увечья или смерти. Что опаснее, когда ваш ребенок часами просиживает за играми-стрелялками или, посидев полчаса, убегает что-то искать на улице. Смотрите сразу после новостей в программе «Студия-7». Больше полутора тысяч человек участвуют в концерте к 200-летию Юнисейской губернии. Во Дворце спорта имени Ирыгина выступит сводный хор Красноярского края, ансамбль танца Сибири и губернский ансамбль балалайчников, которые возродили специально к юбилею. О деталях предстоящего праздника расскажем в следующем сюжете. Репетиции концертов в честь 200-летия Юнисейской губернии проходят во Дворце спорта имени Ирыгина в ежедневном режиме. Под звуки барабанов и национальных инструментов зритель должен погрузиться в древнюю историю Юнисейской губернии, которая когда-то объединяла Тывух, Акасию и Красноярский край. У нас есть главные герои, это путешественник и студентка. Путешественник – это собирательный образ путешественников, людей, которые приезжали в Юнисейскую губернию и что-то видели в нашей губернии, узнавали людей, территории, города, которые когда-то путешествовали. И путешественник будет рассказывать о прошлом, а студентка будет путешествовать по Юнисейской Сибири и рассказывать о сегодняшнем дне. Рассказывать историю прошлого и настоящего Юнисейской Сибири будет сводный хор Красноярского края, Красноярский ансамбль танца Сибири, губернский ансамбль балалайшников, который возродили специально к юбилею, и другие коллективы из Тывы и Хакасии, которые сейчас репетируют вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ма, я, Сибирь. Вот во время этой паузы мы делаем обход в паре, девушки выходят вокруг мужчин и начинается комбинация. Команде сценаристов и хореографов помогали также знатоки истории, культурных традиций и не только. Чтобы добиться достоверности и исторической правды, к созданию сценариев были привлечены профессионалы из разных сфер культуры, спорта, образования, здравоохранения, туризма. Также активное участие принимали историки и музейные работники. Концерт будет многожанровым. В нем найдется место танцам, песням и театральным зарисовкам. Мой номер, я знаю, будет очень масштабный, потому что сама композиция музыки Бородина из офферы «Князь Игорь. Улетай на крыльях ветра» это такой шлягер, наверное, который знаменит на весь мир. Мне очень приятно, что я исполняю именно эту музыку, потому что она классическая. Вначале начнется все ожидаемо, все красиво, классически, а потом будет, ну да, классно. Подробности организаторы пока не раскрывают, но обещают сочетание классики, народного и современного искусства, связанного с Сибирью. Небо тебя хранит, моя Сибирь. В честь знаковой исторической даты, 200 лет со дня образования Енисейской губернии, по инисативе губернатора края Александра Уса и при поддержке руководства Республик Тыва и Хакасия на территории регионов, а также в Москве уже прошла череда праздничных мероприятий. Масштабный концерт, который пройдет 9 и 10 декабря во дворце Ярыгина, станет ярким финалом. Билетов уже не достать, но прямую трансляцию можно будет увидеть в эту пятницу на одном из краевых телеканалов. Дмитрий Заднепрянов, Павел Иваницкий, 7 канал. Нет стабильного интернета и сотовой связи. Все это про село Верхнеусинское в Ермаковском районе. Местные жители уже устали. У школьников не выходит учиться дистанционно, а врачи по видеосвязи не могут проконсультироваться с коллегами из райцентра. Но скоро все должно измениться. Подробности далее. Анну Акулову уже можно назвать местной активисткой. Бьется она за качественный интернет в своем селе. Женщина даже до губернатора дозвонилась. Глава региона поручил министру цифрового развития края съездить в населенный пункт, оценить ход работ по подключению к интернету и предоставить людям полную информацию об услугах связи, которые появятся здесь в ближайшее время. С интернет-покрытием очень плохо. Невозможно зайти, посмотреть какие-то даже в кабинет личный, такие как госуслуги, там зарегистрироваться. К сожалению, это нам сейчас недоступно. В этом году по федеральной программе устранения цифрового неравенства 2.0 до села Нижнеусинское с опережением графика построили оптоволоконный кабель длиною в 70 километров. Это позволит уже в ближайшие месяцы обеспечить мобильным интернетом 4G жителей сразу двух сел – Верхнеусинское и ближайшее Нижнеусинское. Оператор связи приступит к строительству инфраструктуры, как только закончатся зимние холода. Кроме того, у жителей Верхнеусинского в ближайшие месяцы также появится возможность подключить себе и проводной интернет. В случае скачков напряжения, когда горят блоки питания, в случае порыва кабеля, каких-то нарушений метеоусловий, сотрудники в течение 48 часов приезжают, меняют необходимое оборудование. Ежегодно к мобильному интернету и сотовой связи в Красноярском крае подключают несколько десятков сел и деревень. Работа ведется в рамках краевой программы развития информационного общества. За пять лет существования программы уже более ста населенных пунктов обеспечены качественными услугами сотовой связи, более 70 пунктов – услугами доступа к сети интернет. С прошлого года аналогичную работу проводит и Федерация в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Это подключение населенных пунктов от 100 человек до 500. Тоже в каждом населенном пункте необходимо обеспечить мобильную связь и качественный доступ к сети интернет. Здесь в этой программе участвуют абсолютно все населенные пункты, кто от 100 до 500. Единственное, что приоритетность выбирается путем голосования. Голосование сейчас закончено у нас было на федеральном портале. Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» рассчитана на 10 лет. За счет вложений краевого бюджета эту работу планируется завершить раньше на 5 лет, обеспечив сотовой связью и мобильным интернетом все населенные пункты численностью населения от 100 до 500 человек. Строительство объектов связи – одно из ключевых мероприятий регионального проекта «Информационная структура» национального проекта «Цифровая экономика». Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, 7 канал. И теперь информация о погоде. В среду, 7 декабря, в Красноярске облачно, без осадков, ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров. Ртутного столба ночью минус 15 градусов, а днем до минус 12. К этой минуте у нас есть сообщение. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900-333. Присылайте фото, видео, текстовые сообщения на наш вайбер и ватсап номер 8 391 2 900-333. А также в чат телеграм-канала. Но не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Наталья Жабыко. До встречи. Ну а прямо сейчас, как волонтеры ловят ваших детей в интернете и спасают от иберстрелялок. Смотрите программу «Студия Семь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok